МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все строго в стиле народных гуляний. И бойкая, и лоточная торговля, и гармонь для души. Гуляй, пересматривай, покупай. Только вот жители микрорайона вдоль улицы Челюскинцев засыпали администрацию жалобами. Не нравится им разгол стихийной торговли. Вы представляете, какой хороший район сделали. Убрали тот рынок, сделали этот, воючая была рыба. Вечером не пройти грязь. Конечно, мы хотели жить в чистом районе. Мы хотим. Можно спахать, посадить цветочки. Но зачем нам жить на рынке? Мы категорически против этого рынка. Вот эти машины. 5-6 машин стоят всю зиму. И вот подходят вот эти вот фуры, они развернуться не могут. И там вдоль стоят машины. Грязь кругом. Взяли вот ларек, вот там вначале. Поставили на газон, который был сделан, посеянный трава. Поставили ларек. Ну что такое? Дикий рынок вызывает возмущение не только жителей микрорайона. Руководство и пациенты поликлиники номер 9 тоже жалуются на то, что возле лечебного учреждения постоянная гора пустых коробок и мусора. Обращений очень много по этой территории. И неоднократно, и не первый год эта ситуация здесь такая плачевная. Понимаете, ситуация складывается каким образом? С проспекта Ленина до реки Волги, до набережной, здесь проходит, ну, как туристический маршрут. То есть к символу нашего города Ладье. Газоны все утоптаны. Рядом прилегающая территория тоже обезображена. Все ближайшие дома, подвалы дома превращены, к сожалению, в общественные туалеты. Поэтому жители, конечно, очень беспокоены данной ситуацией. Сейчас на небольшом участке улицы располагается с десяток овощных лотков. Торгуют книгами и антиквариатом, а на газонах ряды с одеждой, мороженой рыбой, медом и другими товарами. К окончанию торгового дня улица сильно напоминает преддверие свалки. Все это привлекает сюда полчища грызунов. Вот это крыса, понимаете, и оттуда она выскакивает, и она несется вот так вот-вот, вон к той машине. Понимаете, у них уже тут ход. Здесь крыс немерено в нашем районе. У нас сплошные крысы. Поэтому вот это вот все, просто безобразие. Запах, грязь, мусор, ничего хорошего. Это все, да, однозначно убирать. Потому что тут продают халву, рыбу, мороженое, представляете, молочные продукты. Но сейчас мяса нет, а овощи, когда вот сказали, что начинают бороться с этим мероприятием, да, только сказали по радио, здесь уже стояли в два ряда. То есть вот здесь еще стояли с овощами. Это немыслимо. На этом пятачке, я понимаю, они борются за каждый сантиметр, потому что здесь очень большие у них выручки. 21 век. Грязь, грязью. Мы не должны так жить. Мне нравится. Мне 78 лет. Во время войны мне было три года. И такой грязи у нас не было. А здесь уже что? Убирать обязательно надо. Сейчас на вас будет составлен административный протокол по статье 6.1. Пункт 1. Это организация торговли, вне мест установленных органами местного самоуправления. И торговлю нужно будет прекратить. Администрация Октябрьского района совместно с полицией и Россельхознадзором проводит регулярные рейды по наведению порядка. Практически каждое торговое место знаменуется списком нарушений. Основное нарушение – это, конечно, реализация без наших фитосанитарных документов. Вот сейчас нам не предъявили ни товарные, накладные. Утверждают, что, например, огурцы тепличные с нашего тепличного хозяйства Самарской области. Но подтвердить ничем не могут. Доверие покупателей к местным тепличным хозяйствам безгранично. Поэтому за их продукцией всегда очереди. Этим не применули воспользоваться продавцы других мастей. На данном месте только одни настоящие сады при Волжье торгуют. Они, причем торгуют они законно. У них имеется договор аренды земельного участка. И все необходимые документы. А все остальные – это стилизованные машины под них, которые баннер повесили, что сады при Волжье. Но на самом деле это также частные предприниматели, которые не имеют никакого отношения к садам при Волжье. Ни на одном мясе нет ветеринарных свидетельств. Я не знаю, я замещаю здесь второй день сегодня. Вызывайте, вызывайте. Вызывайте начальника. Вот и весь разговор. У начальника. Не только отсутствие разрешения на торговлю беспокоят участников рейда. Покупатели редко спрашивают у продавцов сертификаты на товар. Такая обеспеченность заканчивается плачевно. Кто даст гарантии, что это мясо получено от здоровых животных? Никто не дает гарантии. Только больница потом выяснит, что к чему. Я только вот недавно, значит, проверяли, ветеринарная лаборатория проверяла абрикосы поступления Азиатских республик. При улучшении нитрата, к вашему сведению, 200 микрограмм. Место положено по норме 60. Ребенок отравится. А мы берем, значит, старательно платим деньги и выручаем вот этих друзей. Я все время хочу прибор купить. Да везде. На базу. Откуда проверены, разве нет? И это тоже все народы, как у нас, юга торгуют, такие же. У них там ничего, никаких документов нет. Это уберут отсюда для продажи, тоже без документов, безо всяких там сертификатов, безо всего. Конечно, есть в этом, и можно отравиться, и все. Борьба с незаконной торговлей – дело непростое. Корпоративная солидарность продавцов позволяет заранее получать информацию о проверках. На это время многие торговые точки просто закрываются. Штрафы за нарушения тоже можно уменьшить. Это хорошо знают хозяева бизнеса. Сложнее всего найти организатора этого, потому что вот сейчас продавцы, мы в основном накладываем штрафы на физические лица, на продавцов. Конечно, бы хотелось выявлять непосредственно собственников этого бизнеса и на них накладывают штрафы, которые в разы больше. Законы лояльны, но они работают. Участок улицы Челюскинцев от Новосадовой до проспекта Ленина ждут перемены. Вместо рынка планируется сделать пешеходную зону – продолжение бульвара. Здесь будут газоны и красивые дорожки. Покупать товары жители смогут в трех окрестных супермаркетах. Продавцам, желающим работать на законных основаниях, предложат специальные места. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова